Всем привет, уважаемые друзья! Меня зовут Перпетум или же Александр, и сейчас я поиграю в игру под названием Zoo Rampage. И проблема в том, что обычных животных заперли в клетке, но животным это не понравилось, и они решили начать уничтожать людей, они решили выбраться на волю. А какими способами, мы сейчас с вами и узнаем. И больше всего мне нравится жираф, посмотрите в его безумные глаза. Он явно что-то замышляет. На месте людей я бы следил за этим жирафом, но они не следили, и в итоге животные пытаются выбраться наружу. Ну что ж, давайте начинать? Да, 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 начинаем. Что ж, тут есть несколько арен, на которых мне придется сражаться с людьми. И какую из этих арен выбрать, я даже и не знаю. Ну, 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 пожалуй, мне нравится вот эта пробка, да. Я буду играть в пробки, только как животное оказалось в пробке, мне непонятно. Вероятно, что они начали сбегать в разные стороны и тем самым убивать людей. Так это или нет, я не знаю, это всего лишь моя теория. Кстати, где животные? Ага, я могу поиграть зеброй, я могу поиграть носорогом, слоном и жирафом. Ну, мне кажется, больше всего урона могут нанести как раз-таки слон и носорог. Зебру можно легко убить, да и жирафа можно, наверное, просто убить. А вот как раз-таки у слона и у единорога очень толстая кожа, насколько я знаю. Поэтому я буду играть за единорога. Он сможет быстро разбежаться, врезаться в эти машины и насадить людей на рог. Мне кажется, это будет очень эффектно. Воу-воу-воу-воу, первый людишка уже сдох. Стой, 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 не надо бить меня током, черт возьми. Хотя я очень крутой носорог, посмотрите. У меня настолько крутой хвост, что просто чувак, служитель закона, дотрагивается до моего хвоста и пах! Они разлетаются в разные стороны. Где кровь? Почему нету крови? Кровожадность должна просыпаться во мне сейчас, потому что злой единорог, он зол на людей, потому что они, вероятнее все, проводили какие-нибудь опыты над ним, эксперименты и прочее. Так, 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 людишки погибают. Ладно, я слишком много трачу времени на болтовню. Мне пора уничтожать вражеские машины, вражеских людей. Жаль, что нельзя рушить дома. Было бы классно, если бы я мог забежать в какой-нибудь кафе, ресторан. Людишки ничего не подозревают, они кушают, у них все хорошо, и тут влетает единорог. Единорог? Носорог! И начинает насаживать всех на свой гигантский рок. Практически стих. Правда, мало можно назвать чего из моих слов стихами. Хотя иногда появляются рифмы в моих словах. Так, речь опять же идет не об этом, речь идет о том, как я насаживаю людей на свой рок. Людишки, людишки, идите сюда, ничего не бойтесь, носорог с вами подружится. Кстати, а где полицейские, которые будут стрелять в меня? Или носорог так дорого стоит, что просто все боятся нанести ему какой-нибудь ущерб и пытаются лишь убежать, парализовать меня с помощью электрического тока, чтобы я просто потерял сознание, и они могли обратно посадить меня в клетку. Но не тут-то было. Носорог не готов оказаться вновь в клетке. Ему хочется убежать на свободу, ему хочется жить в лесу, дружить и гулять с другими носорогами. Но, к сожалению, никого нет, только один носорог. Наверное, они просто дружили с зеброй, с жирафом и со слоном. Это практически Малагаскар, правда, животные немного другие. Хотя, по всей видимости, здесь можно будет поиграть еще и за тигра, потому что на титульной заставке я видел тигра. Ну, вроде бы всех людей я уже насадил на свой урок, и уровень подошел к концу. Я заработал 10 тысяч очков. Наверное, я могу переиграть и заработать больше очков. Почему-то носорог остановился, и все люди тоже остановились. Почему? Непонятно. Так, горилла. Здесь есть еще и горилла. Горилла тоже очень круто, особенно если это гигантская горилла. Она сможет подойти и разорвать машину просто на две части. Хотя, это должна быть очень-очень гигантская горилла. Так, за носорога я поиграл. Мне кажется, слон будет примерно то же самое. А что, если я поиграю за тигра? Наверняка тигр может махать своими лапами и царапать людей. И это тоже должно быть очень зрелищно и круто. Где людишки? Очень-очень-очень мощный тигр. Он бьет людей настолько сильно, что они просто отлетают на несколько метров. Назад, вперед, вбок, влево, вправо. В общем-то, во все стороны. Кстати, ого! 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 Ничего себе, вот это здоровенный крутой тигр. Он намного мощнее, чем носорог. Я не знаю, что вкалывали этому тигру, что за эксперименты проводили над ним. Возможно, это оружие будущего тигр. Возможно, американцы хотели направить их на русских. Этих тигров, этих животных. Но они вырвались на свободу и начинают убивать американцев, по всей видимости. Потому что наверняка действия происходят где-нибудь в Америке. Потому что в Америке как раз-таки, ну в США, такси в основном желтого цвета. И вообще окружение напоминает США. Интересно, я прав или нет? Вокруг взрывы, паника, настоящий апокалипсис. Животные устраивают апокалипсис. Все думали, что конец света наступит с помощью метеорита или каких-то глобальных природных катаклизмов. Но нет. На самом деле это просто генетически улучшенные животные начинают убивать людей. Но люди потом встают. То есть я их не убиваю, я их просто оглушаю. И они опять встают и начинают бежать на меня. Черт возьми, почему они не погибают? Они отлетают на несколько метров. Мало того, что скорее всего я должен был царапать их своими гигантскими когтями, которые как ножи. Они еще и отлетают на несколько метров и по-любому должны погибать. После столкновения с подобным животным, с подобным тигром. Но нет, 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 нет. Они постоянно встают. И у тигра уже нет никакого терпения. Тигр хочет убивать. Кстати, я заработаю очков даже побольше, чем за носорога. Хотя машин здесь было, по-моему, меньше. Но все из-за того, что тигр очень силен. У него очень много дури, очень много силы. И машины разлетаются в разные стороны. И это круто. Это действительно круто. Кстати, вот полицейские машины. И почему-то полицейские не такие уж и бравые ребята. Посмотрите, они боятся. Они сидят в своих полицейских машинах. Они просто окружили меня и направили обычных служителей за парка с электрошокерами. Ну, в общем-то, здесь я тоже справился довольно неплохо. Посмотрим, что за следующий уровень. Может быть, стоит поиграть за зебру. Может быть, все животные здесь не такие, какими кажутся на первый взгляд. Может быть, зебра тоже будет очень сильной. Очень сильным животным. Так, а это что такое? Это типа уже бонусные мини-игры. И мне здесь нужно играть за слона и кидать мяч. Жаль, что я не могу кидать мяч в людей. Вероятно, это режим именно для мультиплеера, чтобы можно было играть за разных слонов и забивать голы в эти ворота. Но это не очень круто на самом деле, ребята. Поэтому просто я буду убивать зрителей. Что, интересно, да? Интересно издеваться над слоном? Интересно заставлять слона играть в мяч, да? А погибать уже неинтересно. Отлетать на несколько метров неинтересно. Оказывается, на моих гигантских бивнях неинтересно, да? Жаль, что нельзя кинуть мяч в человека. Было бы очень круто. Почему-то мяч не вылетает за пределы этого поля. И когда он врезается в людей, людям просто насрать. Так, я навел здесь панику, но это не особо интересно. Попробую поиграть в какой-нибудь другой уровень. Что у нас еще здесь есть? Так. 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 Футбольный мяч. Фреш-фиш. Свежая рыба. Нет выхода. Пробка. Арктический аттракцион. И за кого я здесь буду играть? Белый медведь! Белый медведь это тоже очень мощное и сильное создание. Точно, точно, точно. А что может пингвин сделать обычным людям? Я не знаю. Это должен быть тоже очень-очень-очень круто модифицированный пингвин. Чтобы он мог переворачивать людей. Да, я могу играть за полярных медведей. Я могу играть за оленей. Пожалуй, я буду играть за медведя. Как раз-таки вот за этого медведя. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пах-пах. Я могу даже своих животных убивать. Я очень злой медведь. Интересно, скалы я могу рушить? Нет, скалы, к сожалению, рушить я не могу. Зато могу рушить камни. Да, медведь тоже очень сильно модифицирован. Детская площадка. Иди в жопу. Шарики, идите в жопу. Я вас ненавижу. Постоянно детишки кидают свои шарики мне в клетку, мне в загон. И теперь я зол. И вообще, почему олени, пингвины и... О, тут был усирийский тигр. Черт возьми, помри, помри, помри. Я бы поиграл за этого тигра. Хотя за тигра я уже играл. Мне кажется, что это абсолютно тот же самый тигр. Просто другой раскраски. Так, ларек с мороженым нужно разрушить, я полагаю. Все столики, стульки и прочее. Так, стулья. Туалет! Наверняка кто-то спрятался в туалете, как в фильме парки Юрского периода. И пытается думать, что ничего не случится. Да, там сидел человек, и, к сожалению, не получилось ему испражниться. Так, я вроде бы все уничтожил. Что можно было уничтожить? Кстати, за животных дают очень много очков. Нужно, пожалуй, валить животных. За оленя дали 500. 500 очков. Это круто. Сколько за... Да. За пингвина тоже дают 500 очков. Ой, можно даже дерево повалить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Электрошок, электрошок, электрошок. Идите все нахер. Ой-ой-ой, какашечки хлещат. Какашечки хлещат просто из земли. Что за ужас? Это настоящий апокалипсис. Кто бы мог подумать, что из земли будут извергнуты гигантские струи фекалий. Это не очень хорошо. Хочу кинуть туда людишек. Теперь этот чувак немного грязен. Пахнет он, наверное, теперь не очень вкусно и не очень хорошо. Так, что у нас? Что у нас здесь? Ну, по большому счету, больше разрушать-то и нечего. Можно лишь сражаться с людьми. Очень странно, что этот чувак просто сидел на лавочке и смотрел, как медведь ходит и убивает всех в округе. А, дедушка с шариком. Привет, дедушка с шариком. Или это не дедушка? Ой, все, пока, пока, пока. Это очень живучие люди. Может быть, они тоже генно-модифицированные. И теперь они бессмертные и животные в панике, потому что они хоть и очень сильны, но все равно не могут победить людей. Потому что люди просто-напросто не погибают. Так, посмотрим, какие уровни здесь еще есть. Так, прошли джунгли Африка. Тут есть слоны, носороги, жирафы, а в джунглях у нас есть крокодил. Я вижу крокодила. Было бы классно поиграть за крокодила. Если я ничего не путаю, это как раз-таки бакодил. Слон тоже как-то странно выглядит. Почему у него голова и тело разного цвета? Крокодилы, крокодилы, крокодилы. Змея! Змея! Змея это тоже очень круто! Блин, змея даже круче, чем медведь. Она, по идее, довольно слаба. Она точно не может разрушить каменную стену, но в этой игре возможно все. Кстати, я пока кипиш не навожу среди людей. Я пока кипиш навожу лишь среди животных. И люди думают, что все в порядке, что это всего лишь такое развлечение. Хотя дерево валяется в парке, это нормально. Так, крокодилов убиваю. Змея убивает крокодилы, это очень круто. Редко можно встретить подобного рода явления. Так, все было хорошо, но потом змея вырвалась наружу и начала всех уничтожать. Это прямо какой-то супер-василиск, который не щадит никого. Я разрушаю весь парк, и почему палатка с шариками взрывается? Почему все эти киоски взрываются? Ооо, да-да-да-да-да-да, я могу это разрушить. В этом уровне я смогу заработать даже больше очков, чем в предыдущем, и это не может не радовать. Я наконец-то побью свой рекорд. Туалетики, туалетики, там кто-нибудь сидит. Да, там тоже сидел человечек, но, к сожалению, он погиб. Так, здесь больше ничего разрушить нельзя, да? Ну, я уже, по идее, побил свой рекорд. Осталось только убить несколько людишек, сломать столики, убить смотрителей зоопарка, которые тут, в принципе, должны присутствовать. Но на месте служителей зоопарка я бы уже начал использовать, пожалуй, какие-нибудь оружия с дротиками, транквилизаторы и прочее. Но нет-нет-нет, видимо, они слишком глупы, и они пытаются сражаться со мной в рукопашку. Но они-то не понимают того, что это генно-модифицированная змея, которая уничтожает всех на своем пути. Хотя кому, как не им, должно быть об этом известно. Так, ну вроде бы все, что можно было разрушить, я разрушил, по идее. Осталось лишь разрушить людей. Так, и да, я побил рекорд. Теперь у меня 15 практически тысяч очков. До 15 я уже, наверное, дотянуть не успею, но... Практически 15, округлим 15 тысяч очков. Да, это нормально. Пах, 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 пах. Да, практически 15, не хватило одного человека. Что ж, посмотрю, какие тут еще есть уровни. Я уже почти все прошел. Так, так, так. Да, осталось лишь попробовать поиграть немного на Африке. Посмотрим, что за животные будут здесь. Возможно, тоже что-то очень экзотичное, чего не было на заставке, на титульном экране. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Зебра, зебра, носорог, жираф. Ладно, попробую поиграть с жирафом. Мне почему-то хочется поиграть именно с жирафом. Жираф очень большой, он просто должен влететь в это здание. И, черт возьми, шея жирафа оказывается крепче, чем все остальные постройки. Чем камень, чем железо и прочее. Чем люди. Ну, чем люди это ладно, но... Чем камень. Я был прав по поводу модификации. Кстати, я на секунду застрял, но все хорошо. Я хочу вырваться наружу, отпустите меня. Иногда зебра просто не хочет двигаться. Она становится на одном месте и не слушается меня. Иногда такое бывает. Было бы классно, если бы я мог взять какую-нибудь пушку и жираф с пушкой, с каким-нибудь миниганом или автоматом бегал бы по парку и всех бы убивал. Это тоже было бы довольно круто, я думаю. Все улетает в космос. Да, я жираф-космонавт. Я отправляю людей в космос. Хотя, не космонавт я тогда. Я всего лишь управляю космической программой зоопарка. Отправляю людей в космос. Деревья в космос. Жаль, носорога в космос отправить нельзя. Кто-нибудь пробовал отправить в космос носорога? Я думаю, никто не пробовал. А вот жираф мой пробовал и у него не получилось. Зато он теперь может сказать, да. Да, по крайней мере я попытался. По крайней мере я попробовал. И вот, ребята, что с вами будет, если вы будете обижать животных? Обижать животных нельзя. Ну, конечно же, если животное на вас нападает, какой-нибудь медведь или прочее, конечно же, нужно с ним сражаться, чтобы выжить. Но обижать там, например, котов, которые вам, по сути, ничего не могут сделать, это довольно грустно. Хотя большие кошки, там всякие тигры, львы. Ну, я не знаю, если у вас есть угроза жизни, тогда можно. Если угрозы нет, обижать животных нельзя. О животных нужно заботиться, потому что их и так становится все меньше и меньше постоянно. И это на самом-то деле грустно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Жираф пытается легаться, но все равно его умудряются немножко заморозить. Так, ну все, все, все. Рекорд, к сожалению, мне побить не удалось. Хотя, тут есть еще один жираф, но я не успею до него добежать. В общем-то, ребят, вот такая вот довольно необычная игра. Возможно, вы тоже хотите немножко побеситься, поиграть в нее. Так что, милости прошу, я оставлю ссылку в описании. Можете поиграть в эту игру и немножко посходить с ума. Не обижайте животных, ребята. С вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok